Уголовное дело было возбуждено в конце августа 2010 года по факту обнаружения тела женщины 1970 года рождения в багажнике автомобиля Ford. По заключению судебно-лицейской экспертизы смертью наступила от обильной кровопотери. В ходе проведения первоначальных следственных действий было установлено, что в день ее пропажи с ее банковской карты была списана денежная сумма в размере порядка 20 тысяч рублей. При осмотре автомобиля были выявлены отпечатки рук на элементах салона. Однако в связи с тем, что подозреваемых лиц не было, сравнить и идентифицировать указанные следы не представлялось возможным. При производстве первоначальных следственных действий установлен банкомат. Оперативно были изъяты видеозаписи с указанного банкомата, на которых было запечатлено, как неизвестный молодой человек снимает денежные средства. У органов предвидительного следствия с первых же дней расследования находилась видеозапись указанного молодого человека, которая посредством специальной криминалистической техники и криминалистических программ была раскадрована, улучшена. Было фотоизображение предполагаемого преступника. Вплоть до 2011 года продолжалось следствие, однако в 2011 году, в связи с тем, что личность преступников не удалось установить, предвидительное следствие было приостановлено, но проведение оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу продолжалось. Так как в распоряжении следствия и оперативников имелась фотография предположительного преступника, в этом направлении активно проводилась работа по установлению его личности. При использовании специального программного обеспечения, позволяющего идентифицировать фотографии с фотоизображениями, имеющимися в сети интернет, удалось идентифицировать личность молодого человека, который снимал денежные средства с банковской карты потерпевшей. Этим молодым человеком оказался житель Ростовской области. При осмотре и исследовании его социальной страницы были обнаружены фотографии, датированные 2010 года, из Санкт-Петербурга. Также на этих фотографиях был запечатлен еще один молодой человек, в связи с чем органами следствия и оперативными сотрудниками была выдана версия, что преступлением в отношении женщин было совершено группой лиц. В марте 2019 года указанные лица были задержаны, и при производстве первоначальных следственных действий дали признательные показания. Начали требовать пинкот-карточки. Потом, когда снял, вернулся. Перелезли назад к женщине. Я держал ее. Сначала он шею скручивал. После потери женщины сознания, они перенесли тело в багажник. Женщина начала подавать звуки. Один из молодых людей взял раскладной нож и с целью завершения умысла на убийство потерпевший нанес ей один удар в область шеи. После чего переместились на ближайший рынок, где выкинули телефон, для того, чтобы их не отследили. Шли, после того, как сдавать телефон, я вспомнил, что при продаже может понадобиться паспорт, и как бы оно останется, фамилия, что-то такое, и было решение тогда выкинуть. Все, и телефон я выбросил. Сумки мы купили. И быстро, в принципе, поехали еще домой, забрать вещи, чтобы ехать назад. Молодые люди приобрели билеты на поезд и убыли в Ростовскую область, где находились длительное время. При этом в поле зрения правоохранительных органов они не попадали, к уголовной ответственности не привлекались. Следы, которые могли бы как-то помочь их идентифицировать, нигде не находились. В ходе предварительного следствия их вина была полностью доказана, подтверждена. Они дали подробные изобличающие себя показания. Была проведена сравнительная дактилоскопическая судебная экспертиза, которая подтвердила, что обнаруженные в ходе осмотра автомобиля следы рук принадлежат одному из подозреваемых. Была проведена портретная судебная экспертиза, которая подтвердила, что на фотоизображении, изъятом с видеокамеры банкомата, изображен именно один из подозреваемых. Уголовное дело было окончено в кратчайшие сроки, направлено в суд по обвинению указанных лиц в совершении четырех преступлений, именно убийства, похищения человека, угон транспортного средства и разбольное нападение. Обвиняемым было назначено наказание по 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима каждому.